Неделя новая, а проблемы старые. Очередной оперштаб провел глава региона. На повестке сразу несколько важных вопросов. Среди них капремонт в школах региона, а также результаты проверки питания в школьных столовых, где был выявлен фальсификат. Также подвели итоги туристического сезона. Рассказывает Наталья Ханбабаева. В этом году в рамках модернизации системы образования капитальный ремонт проводится в 139 школах республики. Учебный процесс начался во всех учреждениях. Дагестан уже подал заявку Минпросвещения России на капремонт на ближайшие годы. Об этом сообщил министр образования и науки региона Яхья Бучаев на совещании. По планам на 2024, 2025 и 2026 годы в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем на этот период в рамках объявленного Министерством просвещения отбора была направлена заявка от республики Дагестан на участие в программе на 2024 и 2026 годы. В заявку были включены школы, которые требуют проведения капремонта и в соответствии с данным федерального статистического наблюдения ООО-2, имеющие положительное заключение государственной экспертизы о достоверности от несметной стоимости. Глава региона напомнил о выявленных недочетах. Чем же кормят столовых дагестанских школ? В ходе проверок обнаружена фальсифицированная продукция в образовательных организациях столицы. Закупкой занималась МКУ «Махачкала-продукт», причем по завышенной стоимости. Сергей Меликов поручил разобраться в ситуации, а городским властям необходимо найти альтернативные варианты поставки. В приоритете, конечно же, качественная местная продукция. В 119 школ и детских садов было поставлено более 11 тонн этого продукта. Если с каждого килограмма навар 300-400 рублей, 11 тонн было поставлено. Особый цинизм заключается в том, что среди получателей продукции значатся учреждения для детей-сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей. Я вам объявляю, что я эту ситуацию беру на личный контроль. По ее поводу я проведу потом отдельное совещание. Осуществлять подобный контроль я поручаю секретарю Совета Безопасности. Кроме того, руководитель республики напомнил и о своей поездке в Доходаевский район. Там он посетил Кубачинский комбинат и Кубачинскую среднюю школу имени Караева с углубленным изучением основ народного искусства. Сергей Меликов поручил привлекать учеников к народному промыслу. На заседании подвели итоги туристического сезона. Так, несколько масштабных мероприятий состоялось в октябре в Дагестане. Это форум «Открытый Дагестан-2023». Его посетило более 5000 человек. И Всероссийский фестиваль «Хранители традиций». В нем приняли участие около 100 мастеров народных промыслов из 12 регионов России и Кыргызстана. Карим Гамаев, Наталья Хамбабаева, Махарбек Амари. Время новостей.